Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы знакомим вас с очередными новостями с телеплощадок Латинской Америки и Соединенных Штатов. Итак, начнем. Пабло Монтеро временно уволен из новеллы «Как прекрасна любовь» Ке Бонито Амор. Режиссер Сальвадор Михии объяснил, что его задолбали вечные опоздания по Блито, потому что он то пьет, то спит, то, соответственно, вовремя прийти не может. Ну и телевиза в ярости, так как он им план съемок все время срывает и временно пристановила сотрудничество с ним. Выяснилось, что Пабло и Нинель Конде самые экономически невыгодные актеры телевизы. Один опаздывает постоянно или скандалит, а вторая совершенно не способна повторить сцену с первого раза и чрезвычайно трепетно. Все время обижается на кого-нибудь или на что-нибудь, пока успокоишь, пока конфетку дашь, пока поголовки погладишь. Вот так вот время и проводится. Вместо того, чтобы работать. Навелла Латемпеста от того же Сальвадора Михии преподносит все новые и новые сюрпризы. В общем, час от часу не легче. Химена Наваретте, которая не особенно справляется с одной ролью, оказывается, будет играть близнецов. Ну вот предполагаем, что ей или ногу деревянную приделают, или парик рыжий наденут, или глаз завяжут на манер адмирала Нельсона. Ну, видимо, Чаве Михии провала Расселя Рамбулы в двойной роли в Диком Сердце ни о чем как бы не подсказал. Ну, в общем, не хватило ему этого, решил повторно это дело проверить, как это все будет у него. Ну, вся Мексика, потом весь мир гомерически хохотали над потугами Рассели, что это там сыграть. Ну, тем не менее, почему нет? Два раза в одно место пуля не попадает, но давайте. В общем, конечно, интересно, сколько Химини заплатят, потому что Рассели-то заплатили миллион долларов. Я думаю, что Химини нужно платить два, поскольку она, как актриса, в два раза паршивее, чем Рассели. Гуэра Кастро, видимо, пойдет в Prime Time с новой новеллой, пишут, что у него уже есть на выбор три истории. Гуэра регулярно выдает в эфир рейтинговые новеллы, и сейчас ему на телевизии открыли Зеленую улицу. И поговорят, что даже дадут ему право выбрать самому актеров, тех, которых он хочет, а не тех, которых ему навяжут. Ацтека. На Ацтеке у нас будет новая новелла «Дистино», которая стартует 8 апреля. В главных ролях Паула Нуньес и Маурисио Ислас. Также там играют Маргарита Грали и Хавьер Гомес. Ну, может, здесь рейтинги будут, хотя, в общем, дело это темное, гадать на рейтингах. Никогда не знаешь, почему ту или иную новеллу смотрят или, наоборот, терпеть не могут. Ну, вот Габи Спаник и Эдит Гонсалес рейтингов пока не делают. Ну, может, Маурисио повезет. Так, еще одна новость с Ацтеки. Продюсер Элиса Салинос собирается выйти с новой новеллой в 9.30 в прантайм. В главных ролях, вероятно, будут Ивон Монтеро и Виктор Гонсалес. Что за новелла, в чем там сюжет, никто не знает. Ну, в общем, говорят только о том, что вот определено время и определены главные герои. А дальше будем посмотреть, что уже там. Значит, на Винни-Висьон начинаются съемки новеллы «Ла Косита Рика» с Элисабет Гутеррис и Зулейка Ривера. Кто Галан, пока не ясно. Пишут о Кристиане Мейере. Ну, парочка, в общем, получится, наверное, очень даже ничего. Потом оба они люди достаточно физически красивые. Но вот в плане актерского таланта тут уже, конечно, разница имеется кое-какая. Элизабета девушка у нас фактурная, очень яркая. Но как актриса она не особенно успешна. Только один ее сериал «Лицо Анальи» был рейтинговым. А все остальные, где она играла главную роль, ну, в общем, большого успеха не имели. Не сказать хуже. Далее, на Веневисьон снимается еще одна новелла с Фернандо Карилли и Кэтрин Фуллоп «Магия любви». Это парочка, которая рассталась когда-то с огроменным скандалом после своего неудачного, так сказать, замужества и женитьбе. Ну, а теперь они вместе играют. Тихо и мирно. Ну, в общем, как сказать, Маркс был прав. Жрать захочешь, еще не с тем снимешься. Так сказать, экономическое принуждение в полный рост. Далее на Веневисьон выходит новелла «Росарио». Съемки закончились буквально пару дней назад. В главных ролях там Гай Экер и Ларина Рохас. И скоро, в общем, они будут спорить в прайм-тайм с новеллами «Телемунда». Посмотрим, кто кого. Ну, во всяком случае, может быть, два варианта. Или это будет успех, как Авалуна, или это будет провалище, как талисман. Провалище, причем, был грандиознейший. Далее про Катрин Фуллоп опять уже вернемся к ней. Она у нас не только в венесуэльских новеллах будет играть, но и будет сниматься в аргентинском сериале «Сосми Омбре». Будет играть роль Виолетты, девушка непростой судьбы. Женщина нежная, удивительная. В общем, женщина с большой буквы, которая сыграет очень большую роль в этой новелле. А в главных ролях там Селеста Сит и Леонардо Гарсен. Вот теперь и Катрин подтянулась. Телемунта проводит кастинги в новую новеллу «Дама и рабочий» ремейк чилийского сериала под тем же самым названием. Главные претендентки там Марлене Фавелла, Габи Эспину и Лития из мужчин на кастингах были замечены Фабиан Риус и Эннио Силлер. Ну и Габи уже, как всегда, поторопилась и дала интервью, из которого ясно, что кастинг выиграла она, и что она будет сниматься в паре с Фабианом Риусом. Ну вот убейте меня тапком, но у парня лицо маньяка, и протагонист из него как из Чикатилы Дед Мазай. Но опять же официального подтверждения пока нет, и Габи часто со своими заявлениями пролетает, как фанерка над Парижем. Ну вот в частности пошла такая сплетня, что вместо Фабиана в главной роли в этой новелле будет Мануэль Кокассоса. Венесуэлец, в общем, конечно, умора в чистом виде, поскольку по сюжету у героя хоть какой-то проблеск интеллекта должен быть на лице, а тут с этим делом большие проблемы. Ну и вообще интересный выбор, или маньячита, или дебилушка. В общем, по Бресито Габи придется ей отдуваться за себя из-за того парня, поскольку актер из Мануэля фиговый. Он будет у нас позы красивые принимать, профиль в лунном свете показывать. А уж играть Габи там сама, сама-сама-сама, как говорил герой Михалкова в известном фильме. Ходят слухи, что Телемунда уговаривает Аделлу Нарьегу для новеллы «Донья Дьявла». Ну, может, и уговорят. Сплетничают, что Аделлу слегка разнесло, и поэтому она отказывается от съемок, пока вот она в форму не пришла. Ну, упремся, разберемся. Если ее уговорят, то надо будет искать партнера соответствующего класса. Ну, неужели я не собуду так учить, елки-палки, только нет, а снова. Что еще интересного? Телемунда закупила у Чили кучу сценариев самых успешных новелл последних пяти лет. И вот будет, наверное, выдавать на гора по одной в год. Но там очень много всяких интересных штук, поэтому с нетерпением ждем, что же там, в общем, Телемунда замутит. Объявлен состав «Сеньора Делос Сиелос», где это посмотреть пока не ясно. Но ясно будет, когда будет уже первая серия. Будет она 15 апреля. Вот там все сразу и увидим, так нам и покажут. Кстати, нам обещают очень сильный, очень большой сюрприз, так что ждем-с. Паулина Рубио будет судью и тренером в программе, стартующей на Телемунда по названиям «Лавос Китс». Ну, работать надо, а то на алименты мужу не хватит. Программа очень интересная, поскольку это, так сказать, «Поиск талантов». У каждого ребенка будет свой тренер, который будет вести его, так сказать, через тернии к звездам, к победе, к очень хорошему денежному призу. И вот Паулина будет одним из таких тренеров. Далее кино. «Лакаса Дельфин де лос Тьемпо». Это новый фильм венесуэльский с Руди Родригес в главной роли. Дебютный фильм режиссера Алекандро Нигальдо, который снимается в жанре ужаса. Такой вот хоррор-филм. И выйдет в июле 2013 года. Далее Бенисио Дель Торо снимется в роли Пабло Эскобара в фильме под названием «Парейс Опердидо». Ну и чего такая мода пошла на нарко-новеллы и наркофильмы, в общем, понять можно с большим трудом. Ну, такое ощущение, что кино и теледеятели Латинской Америки решили, в общем, такую школу жизни молодежи и подросткам преподать. В общем, посмотришь такой фильм, сразу ясно, надо ходить в наркобароны или, наоборот, не надо, поскольку убьют. Но, тем более, непонятно, почему Пабло Эскобар, поскольку совсем недавно закончился с большим успехом, прошедший на теле-монда, сериал «Эль Патрон Дель Маль», опять же, об этом замечательном человеке и пароходе. Ну, в общем, тенденция, однако. Далее «Аргентина». В Аргентине у нас на теле-фе выйдет сериал «Весино Сенгера». Это будет у нас в апреле 2013 года, то есть совсем уже близко осталось до премьеры, совсем недалеко. Главный протагонист в этой телекомедии будет Диего Торрес. Он в первый раз снялся в 19 лет, и вот с тех пор, в общем, он актёром не работал, был певцом, но теперь вот решил, что надо бы как бы это, опять вернуться к актёрству. Значит, в команде будут также Майка Мегарена, Моника Антонополос и Марко Антонио Капоне. Дальше Марселло Клоустер Бойер, и специально приглашён был Хуан Пабло Геретто. Так, что ещё? Ну, ещё канал Полька, вечный, так сказать, антагонист ЛФ. Они приготовили новую новеллу для промтайма канала Эль Тресе. В главных ролях у нас будут Хулио Чавес, Гризельто Сицеляни, Факунду Арана и чилийский актёр Беньямин Викуни. Ну вот, всё на сегодня. Надеемся, что на следующей неделе у нас опять накопится достаточно новостей интересных, и мы вам обязательно всё расскажем. До свидания, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова